Нет, мятежа у нас не будет, и Чаполина не пройдет. Там были овощи, как люди. У нас, увы, наоборот. Вот с этих строк и социальных сетей я решил начать сегодняшний стрим «Кормление голубей в Новосибирске». Гарант гарантировал, да не вырендировал. Что ты хочешь сказать этими словами? Ну, все говорят, что гарант гарантирует Конституцию и так далее. А на данный момент он на нее ложит. И как с этим бороться? Как этому противостоять? Включать здравый смысл. Люди берутся за оружие, когда их не слышат. Меня обвинили, что я якобы организовал мероприятие, митинг, происшествие 31 января. Главное управление внутренних дел по Новосибирской области МВД выставило иск в 3 миллиона рублей за этот день. И еще почти столько же людям за 23 января. Иск за те расходы, которые понесли якобы внутренние органы наши, в основном в виде зарплаты, сверхурочной зарплаты полицейским. И премиальные. Какие премиальные, кстати? Нет, насчет премиальные... У нас внимание, сколько денег получили полицейские, как называют космонавты, за разгон демонстрант. Давайте немножко уточним. Не получили, а должны были получить. Потому что только что я разговаривал с полицейскими, они не подтверждают эти расходы. Я уточню. За один день работы, в зависимости от должности, 2, 3, 4, 5 тысяч. Что касается премии, премия выплачивается почти всем, не всем, а только добросовестным полицейским, в размере 28 тысяч 800 рублей за один выход. Я еще раз акцентирую внимание. Те январские шествия и митинги, которые были организованы по всей стране, на них выходили тысячи полицейских. На Сибирске... Я посчитал в общей сложности около трех тысяч полицейских. Вот в пределах. Три тысячи стражей порядка. Три тысячи полицейско-выходов. Да. Да, полицейско-дней. И каждому практически, кто добросовестно размахивал дубинками, хватал, разгонял, доставлял, на чей счет записан каждый доставленный, должны получить премию 28 тысяч 800 рублей. То есть за два дня. Если им добавить еще вот эту дополнительную зарплату, получается, что за два дня они получат 60, могут получить, должны бы получить или хотели бы получить 60 тысяч рублей. Неплохая работа, мне кажется. Наверное, оттого такая сумма приличная, почти 30 тысяч рублей. Ну, за один день, за одну акцию для полиции, оттого, что понимают, что людей толкают на непорядочный поступок. И, по сути, вот полковник стоит перед космонавтом и говорит, родной, я понимаю, что тебе, бабушку, не хочется дубинкой там угрожать, что студента таскать за шиворот, за руки, за ноги. Но 28 800. 28 800. Давай ты сегодня поработаешь. Плюс еще отгул, да? И, может быть, у кого-то там скажут, что я не за какие деньги, а другие скажут, 28 800, это я ипотеку в этом месяце закрою, и еще хватит побухать. Или половину айфона уже не куплю. Да. 28 800, это, знаешь, это вот, ну, если не 30 серебряников, но это та сумма, за которую полиция, полицейский готов, ну, и придать, и продать, и избить, и, что называется, поступить не по совести с другим человеком. Мы, по крайней мере, не облаченным никакой властью. Ведь ты-то не можешь даже стаканчик в него бросить, ты не можешь его там, маску с него сорвать, как вот тут рецеденты есть, бабушка 80-летняя. Ты абсолютно бесправное существо, рядом с полицейским, а ему еще дают 28 800, чтобы тебя замять и утащить, куда полагается. Этузиазма для многих полицейских это добавит, не сомневаюсь, особенно если им действительно выплатили эти деньги. Почему в противогазе и в маске? Как, у нас же стали штрафовать уже за приспущенные маски, вот вопрос у меня к руководству как страны, так и региону, в частности, почему они на всех общественных мероприятиях не соблюдают масочный режим, который они сами же и вели. Я считаю, что это больше и лучшее средство защиты вирусов, и в частности, экология у нас не самая лучшая, пыль, грязь и так далее. Уже протестуют и против черного неба в Новосибирске, и до вас дошла эта проблема? В том числе и также ввоз радиоактивных отходов на территорию Российской Федерации, потому что нам товарищ президент обещал, что возиться ничего не будет, но так или иначе продолжает возиться. Мой плакат о том, что там, где пытки, там нет ни доказательств, ни правды, потому что вы же в курсе, что по делу сети Максима Иванкина пытают, чтобы выбить из него еще показания. Хотя он уже сидит. Да, он сидит уже. И вы в курсе, что людей очень часто пытают в тюрьмах, а также пытают ФСБшники, чтобы выбить показания из них. Вообще, напомните пользователям дела сети, оно уникально тем, что от пикетов, от участия в акциях, молодые люди перешли, ну можно так сказать, в партизанской борьбе, как минимум к ее подготовке. Как вы это воспринимаете все? То, что там они готовили теракт, это вообще, на мой взгляд, это фабрикация. А оружие, которое у них нашли? Ну я про это пока не слышал, нашли ли у них оружие. Ну и либо подкинули, либо нашли. Я считал, что нашли. Да, потому что, ну это могут и подкинуть, как и наркотики. Но я могу ошибаться, я сразу говорю. Чего вы требуете сегодня? Я так, я помимо этого требую, чтобы у нас не прекратили посолять радиоактивные отходы. А почему это беспокоит ситуация? Новосибирск возят, а я... Нет, в Новосибирск не возят, но у нас зашкаливает онкология, столько больных детей рождается. Но при этом у нас еду из Европы тоннами давят бульдозерами, а пальмовое масло и радиоактивные доходы возить разрешают. То есть, основное все попадает под санкционку. И поэтому я против этого. Почему у нас, извините, я для подвечения два слова скажу. Вообще, ребята, вот интересно. Когда лично вас не касается проблема, касается другого человека, другого региона или в целом страны, очень многие люди никак не реагируют. Это я называю отсутствием гражданской позиции. И обратите внимание на позицию молодого человека. Новосибирску аят не грозит. Сюда не ввозят в хранилище, отработавшее ядерное топливо. Ближайший сосед – это наш Красноярский край. Но, тем не менее, находясь почти за тысячу километров от источника радиоактивной опасности, он здесь выступает против ввоза в Россию, к нам в соседний регион Аят. А в Красноярске, а в городах-спутниках, в агломерации, никто не выступает. Вот так вот, как будто бы этой проблемы нет. И вот здесь для него эта проблема кажется важной. А там у вас она кажется, ну так, второстепенной. Как-нибудь сама, может быть, сама кто-то решится, кто-то за вас ее решит. Выхожу в поддержку губернатора Хабаровского края Кургала Сергея Ивановича. Так как мне его судьба не безразлична. Дело в том, что я сама хабаровчанка жила в Хабаровске и голосовала за него. И действительно, он сделал за полтора года то, чего не сделал ни один губернатор. Даже, я не побоюсь этого слова, Россия. Сегодня чего требуете? Сегодня люди выступают против того, что уже скоро и кушать будет нечего. А я вот сегодня сейчас высказывался против того, чем занимается отдел по экстремизму. Они зашли, посмотрели, как мы 3 октября были в сквере революции. Написали, я прям со своим делом ознакомлялся. Написали, я работник отдела, не называю фамилию, а то скажут разглашение. Просматривал интернет и увидел, что Семен Юрий Анатольевич такого-то числа был там-то там-то. Записали на диск, на лазерный, все, отдали в полицию. Вы, ребята, вы ловите порнографию. Контрафактный алкоголь распространяют. Наркотики, суициды там и так далее. А вы лодку качаете и за вас режим может рухнуть. Как оцениваете ситуацию в стране? В стране ситуация такая. Мы, конечно, ждали нового полпреда президента по Сибирскому федеральному округу. Мы надеялись, что нам пришлют Чубайса, ну или хотя бы Медведева администрая Анатольевича. А нам прислали бывшего ФСБшника и так далее. И мы к нему обращаемся. Товарищ, по-пролетарски тебя прошу просто, наведи здесь порядок в Новосибирской области. Ну хотя бы, чтобы эшники выполняли свои прямые обязанности. Мы, наоборот, все против насилия. Не надо никаких гражданских войн. А вы за единую Россию? Я заявляю, единую Россию мы очень любим. Мы ее, я ее очень обожаю. Мы ее любим, любим. Прям вообще. Ну за то, что она единая. Вот так, конечно. А, единую Россию я люблю за то, что они повысили пенсионный возраст всем. Молодцы, ребята. Мусорную реформу запустили. Другие реформы. Какие-то там национальные проекты. Молодцы, ребята. Жгите, жгите. Еще жгите. А потом мы будем вас это... Спрашивают, а что вы нас не любите? А на что вас любить? Записывают данные человека, который вышел на пипет. Не надо расписываться, ты ничего не нарушал. Все такое. Можно вас попросить спуститься, рассказать о своей гражданской позиции? Что у вас сегодня за повестка? Сегодня повестка. Ну, как бы, наш президент... Наш президент решил, что запрещенная террористическая организация во всем мире является... Скоро будет являться нашими друзьями и союзниками. Какая? Талибан. И я крайне с этим не согласен. Меня это очень сильно возмущает. То есть мы, получается, масочников можем садить в тюрьму и заводить на них уголовные дела. А международных террористов, получается, мы считаем своими друзьями. Получается, помогаем... Собираемся помогать их своими налогами. То есть деньги еще им будем давать свои? Да, да, да. Пока только решение ООН останавливает от того, чтобы мы их не озолотили. Я вот и об этом же говорю. Ребята, может быть, не все в курсе. Я в двух словах объясню. Вы помните, что в Афганистане произошла силовая смена власти. Одни политические элиты сменились на другие. И теперь руководящая верхушка – это Талибан. Талибан международной организацией ООН, а также Российской Федерацией, внесен в перечень террористических организаций. То есть в иерархии наибольшей опасности экстремисты ниже, безусловно, террористической организации. И с экстремистами у нас, как вы знаете, борются просто очень жестко. Все экстремисты у нас сидят на контроле у Центра АЭ. Ради них, собственно, Центр АЭ существует. И вот вчера произошел циничнейший совершенно клуб «Валдай», я думаю, собранный специально под эту цель, где ведущий непринужденно спрашивает Владимира Путина, долго ли мы еще будем Владимира Владимировича Талибов называть соговорками террористической организации. Ну, все-таки, ну, сколько можно? Ну, Владимир Владимирович пояснил, что мы к нему относимся, в общем-то, хорошо, выстраиваем диалог и планируем их исключить из перечня террористических организаций. На самом деле у людей, которые имеют здравый смысл, знакомы с правом, в голове не укладывается подобное заявление. Если говорить на чистоту, то это выглядит так. Право, закон, все эти реестры корректируют под реальную действительность, забывая старое преступление. У вас волосы зашевелятся на голове, потому что за организацией числится не менее 15 серьезнейших терактов со смертями людей, взрывы машин, взрывы зданий, похищения, убийства. Мало чем эта организация отличается от всех прочих террористических организаций, в том числе ИГИЛ. Вы, я думаю, увидели прекрасно и видео, когда там люди с автоматами, с калашами ездят на машинах, как мирные граждане Афганистана пытаются убежать, хватаются за шасси самолетов, потому что это убийцы, это бандиты, это та организация, которая представляет из себя реальную угрозу всем, против кого она ополчится. Это террористы. И вот в отношении этой организации, которая захватила, пришла к власти в Афганистане, Лавров и Владимир Путин решили смягчить позицию дипломатическую и исключить ее из перечня террористических организаций России. То есть для того, чтобы и показать им, что, ну, собственно, мы к вам относимся дружелюбно, дипломатично, вы для нас теперь не террористы, понимаете? И вот это происходит сейчас на наших глазах. В то время, когда в России расширяются репрессии против СМИ, против иноагентов, так называемых, уже там почти сотня иноагентов в России, в то время, как расширяется применение экстремистского законодательства, когда практически половина, наверное, из присутствующих на площади уже оштрафованы по экстремистским статьям, я даже журналист, казалось бы, да, у меня две экстремистские статьи за год. Участие в несанкционированной акции, а также демонстрация фашистской символики. Я пропагандист нацизма в глазах государства. Вот такое у меня резюме. И теперь от каждого к суду передают папочку, в котором показывают, что я угроза обществу, социальный элемент. А талибы нормальные, а талибы друзья, понимаете. Вот талибы в глазах Путина, Лаврова и нашей системы юридической очень скоро будут гораздо более легальнее, чем я, чем вот эти вот люди, которые реальная угроза для Путина и для режима. Ходят сюда и шатают каждую субботу, кормят голубей. И именно поэтому с ними борются сегодня здесь. Человек в погонах, ходят, всех записывают, заставляют подписаться. Почему не подписал? Я не подписал, потому что я могу не подписывать. Это мои права. Такие вот права сегодня у людей. Бесправные практически все мы находимся сегодня в России. И именно потому в некоторых еще регионах люди выходят и качают свои права. Не всем это нравится. Полиции не нравится, что мы качаем права. Они качают права, журналисты качают права. Почему я сегодня пришел сюда? Потому что я понимаю, что нужна огласка. Если я не приду, если другие блогеры не придут, что толку, что молодой человек сюда придет с плакатом. Его заберут, заметут, запишут в реестр местных сумасшедших. И все. Нужна огласка. Нужно говорить о том, что людей возмущает. Какая у них гражданская позиция. И нужно, чтобы и вы не сидели на диване, а всеми доступными путями, которые в вашем регионе еще сохранила полиция и губернаторы, проявляли свое гражданское самосознание. Социальные сети, пишите посты, возмущайтесь, если есть чем возмущаться. Когда одних плющат, забирают, ссадят, а другим дают зеленый свет, который взрывает, убивает людей. Это по меньшей мере несправедливо. Вы либо боритесь со всеми экстремистами в мире, либо ни с кем. А то придумали уже, как разукрашивать порядочных людей, кто выражает свою гражданскую позицию, записывать в преступники, закрывать все двери перед ними. Вот мы сейчас с Антониной как раз подготовили доказательную базу. Идем писать заявление на губернатора и мэра города Новосибирска, потому что они находятся на массовых мероприятиях без маски, а от горожан даже на улице требуют носить маску. Законы для народа, а не для них. Здрасте. Закон един должен быть. Ну, мы так надеемся все еще, пока теплится она. То есть все перед законом равны, но некоторые ровнее. Но некоторые прям ровнее. В стране должно быть народовласти. Какая партия не придет, на мой взгляд, лучше сильно-то не будет. Они все подконтрольны Кремлю. Вот все. Единая Россия, понятное дело. ЛДПР подконтрольны. Зюганов с КПРФ сегодня подконтрольны. Справедливая Россия подконтрольны. Новые люди подконтрольны. Где оппозиция настоящая? Где оппозиция настоящая? Оппозиция настоящая, все подзакрывали. Все сидят. Все сидят. Все уже дали. Или да, или чтобы не попасть, им пришлось бежать. Прятаться. Скажите, что-нибудь тем, кто сегодня сидит дома и ни в какую не ходит никуда и считает, что вы вообще местные сумасшедшие. Вы каждую субботу, как какие-то дураки ходите, ничего не добьетесь. Народ, мы не местные сумасшедшие. Мы местные здравомыслящие. Я так считаю, себя считаю здравомыслящим человеком. Вам, значит, бояться не надо. Сидеть дома будете, значит, будете дальше продолжать себе, для себя же, копать эту яму. И только, значит, рабское существование и ничего другого вы вот этим сидением не получите. Надо все-таки знать свои права, надо их все-таки отстаивать. Пытаться хотя бы, по крайней мере, но только не на диване, но только не высказываниями. А, мы ничего не изменим. Не может такого быть. Пока мы сидим, да, мы ничего не изменим. А как только мы должны стать людям, мы должны объединиться и быть все вместе. Люди здесь, конечно же, с одной стороны, выходя на площадь Ленина, отдают отчет, что они могут с нее не вернуться домой. Их могут увезти, оформить и при каких-то обстоятельствах арестовать на 10-15 суток. Люди понимают, что они идут как на последний бой. Очень часто на эти протесты. Но они по-другому не могут. Если вы сидите дома и не участвуете ни в чем, возможно, вам хорошо. Вот все хорошо у вас. И работа есть, и аванс вовремя, и зарплата. И в магазинах, знаете, покупаете продукты, не глядя на ценник. У вас все хорошо, а этим людям плохо. Они выходят сюда, потому что им плохо, и они не могут сидеть, когда плохо не только персонально им и им семьям, когда стране плохо. Так, подумайте об этом. Это Ту-канал Красньюз, я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго. Ту-канал Красньюз